Здравствуйте! Вышла с пушей Веськой на кролечко, Та уж шмыгнула, вторая рядышком лежит И никуда не торопится, по той простой причине, Что на улице погодка весьма-весьма неприглядная, Потеплела, растаял выпавший вчера снег, Показались вдалеке мои грядки, Которые я так недавно создала. Я рада, что это сделала, Сейчас туда не влезь, завязнешь. А я строю планы на сегодняшний день. Вчера прогнозик посмотрела, казалось бы, без осадков, Но что-то не верится. Набрякшее влагой небо, такое ощущение, Что дождик может закапать в любой момент. Нет, в лес я предпочитаю ходить в солнечную погоду. Даже в ноябре, когда солнышко появляется, Там приятно и красиво, но явно не сегодня. Но вчера всё-таки была робкая надежда на то, Что состоится прогулка. Увы, увы, небо развеялось ненадолго, Но это дало мне возможность полюбоваться Великолепной луной и последними полосами яркого неба на закате. О, сейчас покажу, как это было. Я всё это сняла. Весь вечер прожила за обработкой деревяшки, Наблюдая из окон закат. Но выйдя на крыльцо, для того, чтобы немножко проветриться, Обратила внимание на то, Что наступила полнолуние, Волшебные, прекрасные. Ну, естественно, меня вынесло на дорогу, Потому что подобное не снимать просто нельзя. Какая же красота! И как редко можно подобное увидеть в ноябре, Когда небо обычно закрыто облаками, Но сегодня... О, это просто подарок! Ну, вот оно, Таинственное светило. И вот-вот, И вот оно снова скроется. Ну, а этот лунный лик, Сейчас он похож на глаз какой-то Странной рыбы, Явно кровожадной, А может, монстрая. Но всё равно, Луна прекрасная. И невозможно Оторваться от этого зрелища. Всё меняется на глазах. Гребет туча, И вот-вот скроется, Скроется она, Лучезарная в ночи. Ну, всё-таки, Как красиво, Как прекрасно! Подобное увидеть, Это просто праздник для меня. Тем более в ноябре. Какие-то Странные, Тёмные Очертания вокруг. Хотя, Глядя вне экрана, Этого не ощущаешь. Совершенно ничего не видно. И вот-вот Туча поглотит Спутник Земли. Силен, Тонит, Геката, Не исчезай, Побудь ещё немного. Но, увы, Надвигается Таинственный сумрак, И всё становится Не только таинственным, Прекрасным, Но уже И говорящим о том, Что ночью вновь Опять пойдёт снег. Ну, пусть пойдёт. Но по-любому Было здорово. Спасибо, Что появилось. Мне было очень приятно С тобой Повстречаться Вечеру. А сейчас пора Домой уж возвращаться, Поскольку прохладно, И без фонаря уже До дома Сложно было бы дойти, А закат Ещё догорает. Ну, что ж, Пора в избушку Отправляться. Меня там ждут. И ужин надо готовить. Ой, приборку завершать. Ну-ка, А выше Всё-таки Деревни вечера. И как они прекрасны. Такое вот зрелище Довелось мне увидеть. Оно было великолепно И надолго запомнится. Но сегодня, Поскольку со следующего дня С неба будет валиться снег И копать дождь Попеременно, Судя по всему, И это растянется надолго, Надо принять меры для того, Чтобы привести участок Окончательно в порядок. Осталось ещё местечко, Где и листья не успело убрать. Да-да, Мой задний дворик, Где расположена Уличная мастерская. Действительно, Идти через полик леса В такую погоду Было бы просто неумно. Да и карку не хочется Надолго одну оставлять В затворницу мою На несколько дней. А потому Займусь опять Уборкой листьев, А дальше, Как всегда, Там видно будет. Ну вот, Девять часов уже, А мы тут При лампаде. Кто на кроватке залегает, Кто под кроватку Затаился. Ну, Веська всегда готова Выйти на улицу. И сумрачно настолько, Что даже Родион Лишь пробежал сегодня По дороге вместе с Азей Куда-то в сторону Савейного дола И не собирается Меня сегодня охранять. Ну и правильно, Ветер разгулялся Еще пуще. Но надо Одеваться, Выходить И заниматься Нужными делами. Сегодня, по-моему, Даже птички-то Неактивные. Мало, Мало их около Кормушки. Я уже успела Напяли в сапоги Насыпать кормы, Так, Пуши рядом нет. Что ж, Потепление, Снижение аппетита, И редкая Синичка подлетает. Пора. Пора сделать Над собой героическое усилие Одеть старый комбез И приступать к уборке, Потому что Последующие дни Вряд ли Удастся Все это осуществить. Однако, За четверть часа, Что я дрова Таскала, Носила в воду, Подсыпала корм, И Пуша За мной Заявилась в избушку. Птички-то Активизировались, Но, видно, Позже встали, Как и я. Но, Усея нажималась Воробьями, Хм, И возникла Суета веселая. Но это, вероятно, До прилета Крупных птиц. Надеюсь, Что сойки Меня сегодня Снова посетят. Теперь это уже Стало регулярно Встреча. Ну, ладно, Приступаем К основному занятию. Операция Сухой лист Не завершена И надо бы Ее продолжить. Да уж, Тут есть чем заняться. Это корзин 5, Наверное, Придется ввозить. Нет, С пленки Я ничего сметать Не стану. Во-первых, Боюсь ее повредить. А во-вторых, Своей тяжестью Листочки Удерживают Эту самую Защитную пленку На том горбыле, Что мне перепал Из совейного дола, Пригодится Для ремонта дровняка. Это предстоит Делать весной, Но вот это Убирать сейчас. И веток навалило. Ну, еще бы. Там-то я все Более-менее прибрала, А сюда как-то Не досужилось Заглянуть. Ну, что ж, Весенок, Приступаем. А я орудовалась Гороблями. Каречка Достала из заначки Косточку И начала ее Смачно поглощать. А весю свою Куда-то явно Закопала И теперь ждет Очереди. Что, надеюсь, Что тебя что-нибудь Еще перепадет? Ну, как же, как же. Вчера был твой праздник. День рождения. Три годика. Веська внезапно Появилась В Савином доле Весной, в апреле И с Никиной подачи Весей была бы там Названа. Красивый именик Придумала. Да-да, я про тебя. Рада, что ты у меня Появилась. Так вот, вчера мы Небольшую пирушку Закатили. Собаки получили Вкусняшки и кости Котики Паштетики Ну, а что до меня Я сидела и тихо Радовалась на эту Чавкающую компанию Уже ближе к вечеру Перед отходом Коснул, Потому, что до поздна Засидела Над еще одной Деревяшкой Уже снимать, честно говоря Не хотелось Сил просто не было И сегодня Весенок явно Ожидает продолжение Банкет Да, ноябрь Последний месяц осени Достаточно Мрачный А потому Должно быть Как можно больше Праздников Тем более Судя по тому Что у Виски К моменту ее появления Зубки уже поменялись И это ориентировочно Было 5 месяцев Вот потому И решила, что 15 число Это совсем неплохой день Для того, чтобы Праздновать что-либо Ну, у Виски 15 У меня Совершенно Определенные 20 А еще через 5 дней День рождения У моей Лучшей подруги Гальки С которой мы сидели С 3 класса За одной партией И даром, что Давно не виделись Все время Перезваниваемся Поздравляя друг друга Она первая Потом уже я Ну, ладно Это все была Легкая пауза отдыха А мне еще Ищем заняться Ввозила тачку С листьями На поле И обнаружила Нечто странное Издалека было похоже На льдинки Или градины Но нет Это рыбичья шуя Ничего себе А вот и жабры валяются Вот это загадка Не иначе Как один из Никитых карасей Недавно отпущенных Я лет Этим летом У себя в путь Рыбу не обнаружила В позапрошлом Да И громадный был Но Кто мог Подобные садить Кошки Мои кошки Поймали рыбу В водоеме Не верю Никто бы из них Не полез И лапой бы Не дотянулся Тем более Что караси Вряд ли Где-то здесь Около берега Могли находиться Насколько я знаю Норки едят Лягушек Выдр Выдр Выдры да Те питаются рыбой Бобры так вообще Вегетарианцы Но Выдр здесь Помения не было Никогда Все же Факт есть факт Да Веси Ну уж не собаки А рыбку поймали Это точно Надо будет Нике сказать Вот ведь Лохнесское чудовище У меня здесь Завелось Какое-то Водоемчик маленький Но сколько он Порой Преподносит Сюрпризов Да Печально конечно Но к тому же И загадочно Все Закончена Уборка Вывезен Весь Мокрый Сухой лист И надеюсь Что это последний В этом году Все-таки Предыдущий Оказывается Был крайним Ну вот теперь Собрала с совиной долг Но Ребеночка Надо домой забросить Путь Пошли домой Я птичкам Сейчас корм Перейду Ходом Насып Нечего Кошмарить Пойдем Пойдем Мой хороший Все По хапочку И в избушечку Ну все Девица В темнице Вторая На лежаночке Бонифаций Ну и каре Под кроваткой Так все Пошла собаку Кошмарить Ну а мы С Вечкой Пожалуй Прогуляемся Ненадолго Потому как Я вчера Время даром Не теряла Сегодня Вот это вот Придется Шлифовать Болгаркой Там где Я так чисто Сегодня убралась Ну не совсем чисто Но во всяком случае Стало лучше Чем было Поэтому надо Срочно Взять и напылить Никакого Головства Сторожим Мои Сохнущие Перчатки Водопой Это только Приветствуется А вот и мой герой Привет Привет С тобой сегодня Толкнуто Здоровились Ой Ай Искулился От избытка чувств Соскучился Нет Радик Нет Прогулка в лес Сегодня Обломилась Было чем заняться Ну пойдем Пойдем Пойдемся Вечка Обревновалась Нет Все таки Как-то Почище стало Приятно Посмотреть Ох Ладно Печки Разграться Разграться А вот и Азель 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 ты наш Тонконогая Привет 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 Все Пошли У меня сегодня Операция Сухой Мокрый Лист Завершилась Наконец-то Теперь уже Около мастерской Так Я вот этот Несколько дней Не была Хорошо Компактненько Сделали Ну все равно Ёлки не нравятся Там сидеть Я тебя Должна Расстроить Одного Карася Точно Не стало Так вот Вывожу я Листики Останавливаюсь Около Своего Столика Где Костровое Место Мне Казалось Это Лидышки Какие-то Подхожу Чешуя Все Растащено До мостика Каменного И В самом Начале Лежат Жабры Прикольно И кто его Сожрал Норки Что Они же Лягушку Ведь едят Норки Вообще Рыбу Едят Если нет Рыбы Едят Лягушку Ага А я думаю Только Выдоры Рыбу Едят Да нет Ну Тогда Все Ест Я просто Представила Все Бенефации Которые Ныряют За Карасем Мне Стало Немножко Не по себе Ух Ты Вот Это Да Ракета Прям Какая Здоровая Ну Ева Тушит Это Брашник Да Ты на нем Не фокусируешься А ты тыкни пальчиком Как надо Ну вот тыкай Потому что Привидение Прям Какое Ты Я вот сюда Морожка Придела Он там Придел Попассаж Это тот Который Из глаза Твою Вот этой В гусенице Вылупился Борода Нет Ты меня утешил Потому что Как ты знаешь Представила Кровожадного Бонифаса Который Ловит рыбу Лапой С мостика А он вообще Рыбу-то ест Он ни разу Кроме Как в консервах Не получал Нет Кубик у нас Рыбный Пес Красиво Нет Налюбоваться Я вот На это Не могу А вот Там еще Одна Распустилась Сейчас Бутон Еще Распустилась Как ты говорила Это Банда Фокусируй Фокусируй Я то фокусирую То не фокусирую То получается То не получается Все размыто Здорово Она цветочки подрастила Они когда распустили Но и та подрастила Те такие тарелки Я все жду Когда вот эти распустят Это то что Светлана На помойке Подобрала Как так? Ну она еще По-моему То ли в марте То ли в апреле Снег еще лежала Она на помойке Нашла пакет С выкинутыми Фаленопсисами И вот Вот этот нижний ряд И по-моему Еще вон сверху Это все из мусорки И вот непонятно Как они цвести будут Уже вот-вот Должна Ну какая-то белая Наверное Вот завидую Я обычно Начиная с весны Как снег стоит Каждый раз Хожу по тропинкам У себя Смотрю Что распускается Что рассвело Я каждый день хожу А ты каждый день ходишь Вот потому Мне и завидно Ну я по-моему Сегодня уже находилась У меня тут Это Ёль Устроила Чизлой Вот это вот Эти фаленопсисы Называются Дикие коты Ну сорт Дикий кот Сначала Первый день Она тут сидела Она вот это бревно Уронила То есть Сбила вот этот Не вот этот Вот это кашпо Кашпо упало На него упало бревно Но Кашпо треснуло Цветок более-менее целый А вчера Вот этот стоял Вот здесь Она крылом Его вот так вот Смахнула В общем он сломался Улетел Ну а что ты хотела Такая маленькая птичка И столько всего Ёлка одним ударом Мститый котам И фаленопсисам Как обычно Уничтожитель фаленопсиса Ну так-то он целый Просто он стал такой Да уж Ну ёлка здесь Как слон В посудной лапке А я сейчас Шлифовкой намерен Заняться Очередное блюдо Надо с ним Работать Мой хитрюк Разогрался Ух Нет Хорошо что я сегодня Кирс не пошла У Ники правда Была такая идея А потом Посмотрели На прогноз И выяснилось Что в течение Ближайших Десяти дней Да-да Родион Будут осадки Сплошные Ну надо Воспользоваться Случаем Да И взяться С болгарку И чем скорее Я закончу Чем быстрее Окажусь В уютной комнате У печки Так Нас встречают И что там у нее Под хвостом забыла Ну что ж Иначе Отставать надо Колбаски на всех Кнопка вовремя Прибежала Сегодня тебя Чуть ее не подвело Родион и Азель Ждут около калитки Ну что ж Угощаем всех Все-таки Удачное у меня тут Местечко Ветер почти не задувает И можно Приступить Любопытно Какая тут будет Древесинка Достаточно Контрастненькая И придется Небольшую выемку Сделать Ух ты Машина проехала Чуть деревенская Сейчас машины Почти нет Так Красавица Я понимаю Что калитки закрыты Места маловато Но лучше бы Поиграли Перед кольцом Сейчас тут будет Пыльно Хоть От части Листва избавился А это все Уже весною Да Что-то я долго Провозилась Даже замерзнуть успел В перчатках Ну пока Диск поменяла На новый Надо закупаться Еще брать Ну вот Что получилось Очаровательный Сучок Коричневатый На глаз Похожий Причем Дозвольный Хитрый А с этой стороны Достаточно Интересная Полосочка Которую я Гравером Доработаю Вручную И блюдечка Будет Светленькая Жизнерадостная Ну и скажем так Незамысловатая Ладно Пора все убирать Перемещаться В избушку И приступать Уже К шельфовке Гравером Вручную Да Что-то мне уже Больше не охота На улице задерживаться Потому как Погоды Ните стоят Ну ты посмотри Ведь пару часов назад Насыпала Корм на кормушку Пол ведра Ну такого Литрового Из подмороженного Вывалило Сметели Все Ну не иначе Пока я возила С болгаркой Прилетали Сойки А может кто еще Ну елки-палки Жалко птичек Ой Придется вновь Выбираться Корм Насыпать Ну что поделаешь Столовка Не должна Пустовать Печка прогулялась Вместе со мной Как и кария Которая ненадолго Совсем ненадолго Выбрала снаружи И вот Теперь Стоило насыпать корм Слетела Целая стая Воробьев Засеку время Засколько Вновь кормушка Опустеет Ох Обжорки А что же Зимой-то будет Твориться Когда еще Больше похолодает Землю вновь Укроет снегом И уже до весны Но До этого еще Время есть Да А пяти там Мои пернатые Посетители Столовки Явно не страдают Остается О них только Порадоваться Растявкался Кто-то На улице По-моему Азель Еще бы вдруг Икария Вдохновилась Нет-нет Никуда Мы не идем Укладывайся Спать Мне Хотела Спичку Затопить Да Присесть Со стамесками Затем Со шкуркой Продолжить Новое изделие Одна Вот Незадача Плуки Уютненько Устроилась Между кофейником С травами И чайником Такое ощущение Что Ты меня Понимаешь Да Извини Дорогая Придется Менять местечко Потому что Сейчас Печка Жарко Загорится И можно Будет Включив Свет К работе Приступить Да Разыгрался Ветерок Не на шутку Как Колыш На деревья Нет Правильно Сделала Что В лес Сегодня Не пошла Ну Хоть Что В двор Успела А потому Продолжим Уже Не во дворе А в комнате Где Очень Приятно Находиться В такую Погодку Ровно Через Полтора Часа Кормушку Вновь Пришлось Наполнить С Каким Уж Удовольствием Я вернулась В избушку Ну Появился Дятел Что Не зря Сходила Да Сегодня Птицы Метелят Корм С громадной Скоростью И Целый День Как Вечер И Пасмурно И Погода Но Вписалась Надеюсь Тебе Здесь Удобно Веська Свернулась Клубочком И Вот Начнет Темнеть Три Часа Дня Ёлки-палки Осень Куда Деваться Ну А тут Работка Закипела Последняя Доработка Выбрать Еще Немножко Из Поднаружного Контура Древесинки И Можно Будет К шлифовке Приступать Гравер Машкоркой Интересно Что Сегодня Успеет Получиться Надо Поторапливаться С этим Заказом Мне Заказали Два Блюда Вот Это Второе Если Подойдет И Отправить Бы Все Это Одновременно В одной Коробке Уж Не знаю Как Она Сложится Первый Раз Вижу Что Пушев Свернул С Такой Плотный Клубочек Ну Боня Явно Пробудился И Готов Отправиться На встречу Новым Приключениям Ну Что Котофеич Вновь Пойдешь Кошмарить Морожку Ладно Действительно Ну ладно, перерыв закончен, пора к работе приступать. И вот кульминация обработки изделия начала шлифовка. Несколько дней прожила не вытирая пыль. Всё, праздник закончен. Вот сейчас предстоит менять очередную насадку, следующую уже наготове. Ох, пыль столбом, стружка, рабочий процесс. Всё так, как мне нравится. Ну да, естественно, приходится за удовольствие что-то производить, платить. Ну, скажем так, приборкой на протяжении тех дней, когда идёт шлифовка. Бонь, чего ты зашнырял? Слушай, не надо, не свали мне гравюр. Ты мой хороший. Девчонки на улице. Не думаю, что они там задержатся. Скорее всего, скоро вернутся. Ну что, опять отправишься нырять? Кошмарить? С орохидеями согревая там лапки? Или кого-то ловить? Хорошо бы норок погонять около ручья, раз уж караси пошли на пищу. Честно говоря, не знала, что норки рыбу идут. Я почему-то думала, что исключительно лягушками питаются. Или какими-то насекомыми, плавающими в воде. Но, оказывается, всё куда более как конкретно. Так, ладно. Надо продолжать. И уже переходить на шлифовку пальчиками. Вот чего-чего, а их мне и жаль. Но всё равно перемещать одно дело с другим и пытаться что-либо сделать. Да, конечно, работать интересно. Но иногда надо выходить на улицу, чтобы немножко проветриться. Потому что выпустить собак, чтобы прогулялись на ныр глядя. А на улице уже полная мглая. Юждалеке мерцают огоньки савиного дола. Свет включить. Полюбоваться на букетик, который уже порядком пожух. Надо завтра что-нибудь новенькое придумать. Карька и Веська выскочили вместе со мной на улицу. Намерены прогуляться. И вновь в избушку отправляться. До отбоя ещё достаточно далеко. И можно ещё очень многое успеть сделать. Но предвкушаю завтрашний день. Обещают дожди, мокрый снег. Как же это всё неприятно. Ну а что неприятно? Ай, ноябрь месяц. Переход к зиме. Иногда он бывает быстрым и скорым. Промерзает земля, падает снег. Остаётся надолго, как в прошлом году. Да, именно на моё день рождения, тогда двадцатого. Снежок выпал и уже не исчезал до весны. Но на этот раз, возможно, всё будет совершенно иначе. Как бы то ни было, природа есть природа, погода есть погода. А жизнь от этого не становится менее интересной и насыщенной. Ну что ж, до завтра. А я вновь возвращаюсь в избушку. Пылить, затем всё убирать. И дальше жизнь свою пенсионную продолжать. Она мне очень нравится. Прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова